Приветствую вас, друзья! Давненько не было обзоров на моем канале. Наверное, пора исправить это недоразумение. Давайте сегодня посмотрим на новинку. Ну, относительно, конечно, новинка. Продается, наверное, может быть месяца 3-4 уже. Тем не менее, это последняя линейка телефонов от Alcatel. И я хотел бы сегодня познакомить вас со смартфоном Pixi 4. Модель называется... Вернее, номер ее 5045D. Ну, это будет не какая-то там детская распаковка с дрожащими руками и какими-то радостными воплями, возгласами и так далее. Нет, скорее я буду говорить по делу, потому что этим смартфоном я уже пользуюсь больше месяца. К сожалению, из-за недостатка времени мне все не было возможности запилить данное видео. И даже сейчас, на самом деле, ее нет. Поэтому все будет происходить без монтажа. Так что какие-либо там заминки, еще что-то, уж вы меня простите. Но мне некогда все сидеть и там монтировать, потому что тогда я его точно не выпущу. И потом это будет баяном. Ну что, давайте приступим. Наверное, сначала поговорим про комплектацию. И потом я расскажу, постараюсь быть кратким, друзья, про смартфон. То есть про него есть что рассказать. И почему, самое главное, наверное, нужно сказать, почему вообще про этот смартфон. Почему я его купил, почему я решил про него рассказать. Дело все в том, что это просто нереальный, там, я не знаю, телефон по соотношению, наверное, цена-качество. И цена настолько привлекательна, наверное, 4000 рублей по акции в Билане, что среди выборов всего-всего-всего в качестве дублирующего телефона, а именно таким только может быть для меня Android-телефон в качестве дублирующего, мой выбор пал именно на него. Плюс здесь еще система уже установлена Android 6.0. Ну и потому, что он поддержит две симки, конечно же, да. Так вот, по акции он стоит 4000 рублей. Вы должны уплатить 6000, 2000 идет на счет в Билайне. Но так как у нас Билайн очень хорошо работает в Екатеринбурге, то для меня это не было проблемой. Тем более, что симку супруги пополнил на 2000 дополнительно. И эти деньги я никуда не потерял. В итоге телефон мне все равно достался за 4000 рублей. Итак, давайте приступим, наверное, про комплектацию быстро поговорим. И потом я расскажу про его особенности, плюсы и минусы. А вы для себя сделаете выбор, стоит ли вам покупать или нет. Итак, здесь идут наушники. Лютое дерьмо, скажу вам так, потому что это просто мусор. Очень неудобные вот эти вот. Вот обратите внимание, насколько здесь коряво все сделано. То есть у них такая форма особенностей. Вот здесь вот они получаются выпуклые. И вот куда попадает эта выпуклая часть, там болят ушные раковины. То есть долго вы их носить не сможете. У вас просто болят уши. Я не знаю, как некоторые наркоманы делают дизайн телефонов, наушников и так далее. Почему они сами-то это не тестируют? Я не пойму. Это у любого человека. То есть я попробовал, там супруга попробовал. Я думаю, что попробует кто-нибудь другой, у него тоже заболят уши. Буквально. Причем нельзя очень быстро. Это не нужно часами носить. Достаточно несколько минут, возможно полчаса, и у вас заболят уши. Качество звука мне не удалось определить даже, потому что такой мусор я не могу долго носить, тем более тестировать. Уж извините. И здесь нет ни переключателя треков, там, например, на паузу что-то ставить, ни регулировки громкости. Но это просто такой дешман, это реально в буквальном смысле. Иногда говорят на наушники, можно просто выбросить, да, там. Но это говорят в переносном смысле, обычно их там хранят. Но это в буквальном смысле можно просто порвать, я не знаю, выкинуть. Это просто мусор какой-то, вот ненужный. Вот капитошка пошел, сейчас пускай сжует, мне не жалко. Но это реально хлам. Дальше у нас здесь идут какие-то бумажонки, в том числе там общая информация, инструкция и так далее, условия гарантии. Кстати, сразу же хочу сказать, что телефон изначально залочен на Beeline, но вы можете в интернете без труда найти, скачать, вернее, бланк заявления, отправить его по электронной почте в Beeline, и вам его разлочат. Пришлют специальный код, который разлочат, и все. И вы можете пользоваться любимыми симками. То есть залочен он, естественно, на порт один. То есть второй порт, вы можете любую симку ставить, в первый порт изначально только Beeline. Да, здесь была такая вот пленочка красивая, больше, ну там чек, соответственно, больше ничего не было. А, ну зарядка еще, какую-то зарядку я забыл принести. Зарядка вот такая неплохая достаточно. Но сейчас я не буду прерываться ради зарядки, ничего не особенного все равно нет. Давайте, наверное, более подробно поговорим по телепро сам смартфон, и я его немножко, наверное, приближу на видео, чтобы вам было лучше видно, что я буду показывать. Собственно, как я уже сказал, установлено Android 6.0 изначально на нем. Видно, вроде бы, все хорошо, но, наверное, ради видео я даже добавлю немножко яркости, чтобы было комфортно смотреть. Вот как-то так. Давайте зайдем, например, настройки этим, и, ну, не знаю, наверное, слишком ярко, возможно, нет. Давайте сделаем, отключу вообще там тайм-аут экрана, например, там, я не знаю, на 5 минут, я думаю, что больше мне не понадобится. Ну, вот как-то так. Да, кстати, тайм-аут экрана очень полезная вещь, потому что здесь, по сути, нет, ну, корявый совершенно какой-то датчик приближения. Там даже где-то я читал, что он какой-то софтварный. Никто не понимает, что это такое, как может быть софтварным датчик приближения, как это вообще работает. Ну, видимо, каким-то образом китайцы уже придумали даже софтварные, хотя вроде бы фирма корейская, кстати. Софтварные датчики приближения. И теперь можно не использовать датчик, можно просто программку какую-то закинуть. Не знаю, как это работает. Возможно, за счет вот, за счет камеры как-то, я не знаю, там, она определяет, приблизил ты телефон к уху или нет. Так, что еще? Да, у меня установлены две симки. Изначально установлена там основная Beeline. И только первая симка может, вы с первой симки можете пользоваться интернетом. И вообще 4G там, LTS, соответственно. Но 4G вообще, на самом деле, это, скажем так, таких сетей, насколько мне известно, еще нет. Либо они есть там в самых-самых продвинутых, развитых странах. Даже, казалось бы, в Северной Корее, где самые, наверное, продвинутые мобильные операторы. Там и то LTE плюс технология. Потому что 4G, насколько я знаю, стандарты еще не были утверждены. Ну, возможно, я ошибаюсь, конечно. Но в России точно нет 4G. Все, что у нас в России есть, это LTE. И, когда вам говорят 4G, на самом деле, это лукавство. 4G в России точно нет. Есть только LTE. Хотя этот телефон в типичной манере для всех андроидов, он придумал, у него какая-то своя классификация. Ну, на айфонах там все просто, да. Там, например, Edge. То есть, ну, есть GPRS, да, то, что было, как всегда, в телефонах. Потом пошла технология Edge, передача интернета. Затем появилась 3G. И потом появились, соответственно, сети LTE. Все. Ну, разработчики андроида пошли своим путем. Они придумали там новые совершенно классификации. Там H+, какие-то, еще какие-то отметки. Ну, я не знаю, даже 4G этот мне телефон один раз показал. Уж не знаю, почему они морочат голову, но это реально очень странно. Вот Капитошка даже пришел посмотреть, что я тут делал. Так, ну, давайте, наверное, по делу поговорим. Итак, датчик приближения. Наверное, как раз я начал о нем говорить. Мы с ним не закончим. Он отвратительный. Не всегда определяет, что вы поднесли телефон к уху. Это огромный минус. То есть, очень часто, ну, как бы, идет и разряд, соответственно. И неприятно, что там у тебя, в термоте идешь, что у тебя телефон горит. Это не очень приятно. Нет датчика освещенности. То есть, вы не можете, как на айфоне, например, или на топовых смартфонах настроить там автояркость. Ничего не произойдет. Надо изначально выбирать какой-то средний вариант. Самый главный, наверное, недостаток. Ради чего мы вообще покупаем смартфоны? Вот задумайтесь, задайте себе этот вопрос. Зачем вы покупаете смартфон? Наверное, основная функция, это все-таки звонилка, правда? То есть, основная функция. То есть, если вам не нужен функционал телефона, то, наверное, вы купите планшет. И смартфон мы покупаем, прежде всего, для того, чтобы звонить. Так вот здесь эту функцию он выполняет мертвое, вам скажу. Во-первых, слабый динамик. То есть, на максимальной громкости мне постоянно приходится напрягать слух, чтобы слышать, ну, как бы, собеседника. Это ненормально. Это очень ненормально. То есть, те, кого, ну, как бы, если человек идет, то есть, он где-то дома там сидит или в достаточно тихом помещении, то это еще норм. Если у него там хороший оператор связи, нормальное оборудование, то вы, в принципе, будете друг друга слышать, но слух напрягать все равно придется. То же самое, кстати, и у вас плохо слышно. С наушниками ситуация еще больше усугубляется. Причем с любыми. А если вы вставите сюда гарнитуру, ну, я про это хотел отдельно сказать, но не важно. Сейчас уж тогда продолжу. Если вы вставите сюда гарнитуру, которая позволяет прибавлять, убавлять громкость, ставить на паузу треки любую, не знаю, Apple гарнитуру, либо какую-то другую, то, скорее всего, у вас это работать не будет. Ну, по крайней мере, те гарнитуры, что у меня были, все, что может этот смартфон, но это только завыхватывает звук микрофона. Все. То есть управлять треками вы сможете непосредственно со смартфоном. Но, конечно, меня убивает то, что вот я не могу нормально разговаривать по этому телефону, особенно с теми людьми, у которых тоже какие-то там убогие Android-устройства, и мы друг друга просто стремно слышим. Да, идем дальше. Но следующий недостаток, это, конечно же, TFT-матрица. То есть не какой-нибудь там нормальный IPC, там стоит дисплей, либо OLED, тем более. Нет, это обычное TFT. Они предназначены для того, чтобы снизить себестоимость смартфона. Он, конечно же, недорогой. И низкое разрешение. Ну, я думаю, без труда погуглите. Но, в принципе, этого разрешения хватает для основных функций смартфона. У меня каких-то вот рвотного рефлекса не возникает по поводу того, что здесь разрешение не Full HD, например, там, или не Quad HD, там, и так далее. Мне вот на это, на самом деле, пофиг. Мне и Full HD бы вполне хватало. Заметно, да, что оно не Full HD, но этого вполне достаточно. Тем более, нужно понимать, что соотношение цена-качество в этом плане соблюдено. Но вы должны это учитывать. Также не очень крутая цветопередача, и с углами наклона тоже не все в порядке. Ну, я могу, конечно, понаклонять его маленько. Вот. Ну, я думаю, что на видео это не очень хорошо видно. Хотя, в принципе, с углами наклона, я смотрю, все, в принципе, с углов нормально видно. Не так все плохо. Идем дальше. Нет олеофобного покрытия, как на дорогих смартфонах, но это и нормально. Да, тем более, нафиг оно нужно, на самом деле. Я-то уж так придираюсь больше, потому что оно очень быстро, на самом деле, и стирается, и толку от него, на самом деле, мало. Камера отстойная. Об этом говорят абсолютно все. То есть, вы сможете сделать там что-то экстренное, какие-то снимки. Но так, чтобы делать фотографии для семейного альбома, или еще куда-то там в Инстаграм выкладывать, я думаю, что с помощью такого мусора вы делать этого не будете. Немного более слабый прием сигнала, чем у айфона. Ну, так примерно процентов 10-15 слабже будет. Это ловит, вот, то есть, например, где-то там айфон ловит, там, 5, деление здесь 4. Ну, и особенно это заметно с сетями LTE. Там, где айфон ловит уверенно, LTE-сеть, этот начинает переходить на 3G, потому что мы там слабый сигнал, и так далее. То есть, что-то здесь вот с этим не очень хорошо. Но не все так и плохо, на самом деле. То есть, немножко слабже. Гарнитуры, еще раз напоминаю, что работает далеко не со всеми. Я не нашел такой гарнитуры, с которым бы он работал, кроме на прием с микрофоном. Также хотелось бы отдельно, наверное, посвятить... Ну, мне надежды были, что вот, может быть, Android 6.0. Вроде ребята так давно уже делают операционную систему. Но, все-таки, ребят, Android как и был говном, так и остался. Уж я буду говорить, как есть. Android — это дерьмовейшая операционная система. Она даже хуже, чем Windows на ПК. Все-таки сказывается тот факт, что изначально это была операционная система для фотоаппаратов цифровых. И только когда Стив Джобс представил iPhone, ее в экстренном порядке переориентировали на смартфоны. Ну, собственно, вот, как бы, как вы понимаете, что называется, от свинки не родятся апельсинки. Как-то так, да? Вот. Так что, ну, это... Или, как говорят, там, свиня не родит бобра. В общем, ну, так и произошло. То есть, я думаю, что у этой операционной системы, наверное, никогда уже ничего нормального не будет. Она как была лагающим дерьмом, так и останется глючищем. Ну, у меня реально, я просто... Это не первый мой Android-телефон. До этого был топовый на тот момент, на момент выпуска Note 4. Меня охватило всего лишь на месяц. Я не смог, не выдержал этого испытания. Я с большой скидкой и с большой радостью избавился от него, продал какой-то женщине и вернулся к айфонам. Потому что, ну, даже если топовый телефон не может нормально работать, на второй день у меня пропал там Ok Google, там, функция вот эта вот. Потом у меня постоянно глючил Skype. Никак не удавалось отключить уведомления. Каждый раз там после перезагрузки телефона он забывал, что ему не нужно меня спамить. В общем, я от этого смартфона благополучно избавился. А, кстати, еще не хотелось накатываться Android 5.0. Как мне продали его с четверкой. То есть, почему-то, минимум, по айпишнику определял, кому стоит обновляться, кому нет. Я не знаю эту историю до конца. Я уже не захотел разбираться со всем с этим. Но за такие большие деньги покупать мусор, который глючит и нормально не работает, я лично не намерен. У меня таких проблем никогда не было и не будет с айфонами. А если будет, то, естественно, я придумаю что-то вообще другое. Не зря, ребят, не зря люди тратят такие большие деньги для того, чтобы покупать айфоны. Поверьте мне, те, кто этого не делают и оправдывают, говорят, что айфон это говно, ничего не может. Но это все просто, знаете, оправдания какие-то непонятные. Честно скажи, что у тебя нет денег просто на нормальный смартфон, да и все. Чего ты паришься? В конце концов, я не представляю, что может сделать такой Android, чего не может айфон. Да это все ерунда вообще полная. Скорее наоборот может быть только. Но в любом случае, я думаю, функционал уже обеих систем операционных он сравнился. Тем более, что все сложнее и сложнее стало взламывать Android. Ну, кстати, некоторые приводят там аргументы, типа на Android у меня все бесплатно. Но давно уже не так, ребят. Вам придется с Android заморачиваться еще больше, чем с айфоном, для того, чтобы на 6.0 устанавливать бесплатное приложение. Совершенно точно вам скажу. С этим телефоном люди очень сильно мучаются, чтобы получить доступ и поставить бесплатное халявное приложение. Не то, чтобы я заморачивался с этим вопросом, просто я читал отзывы других людей. И один из отзывов, то, что люди реально мучаются, чтобы получить возможных халявных приложений установить. Не знаю, мне это непонятно. Я, конечно, жил брейком на айфоне пользовался, но это было примерно год после того, как у меня появился первый айфон 3G. Потом я понял, что мне нафиг не нужны эти глюки ради двух-трех бесплатных приложений. Проще их купить, тем более, что на айфоне постоянно проходят какие-то акции. Не знаю, я за все время пользования айфоном с 2007 года потратил не больше 10 долларов на покупку нужных мне приложений. Я думаю, это может позволить себе любой. Всякие там игрульки и так далее. Я просто в них не играю на смартфонах. Я считаю, что это не платформа для игр. Так вот, для того, чтобы подтвердить свои слова, что Android это говнецо полное. Во-первых, кстати, я со скайпом здесь тоже намучился. Вроде как бы мне, кажется, мне удалось отключить эти назойливые уведомления. А, кстати, он до сих пор не научился добавлять номера. Ну, то есть легким движением добавлять, например, номера в черный список. Если вам какой-нибудь там спамер прислал смс-ку, либо позвонил, какая-нибудь очередная служба установки окон, вы захотели заблокировать телефон, но вы нифига не сможете сделать, потому что для... Ну, то есть сразу же, как на айфоне, например, там это делается двумя этапами. Нажать на кнопку i, потом, соответственно, заблокировать абонента, и ты забыл о нем навсегда. Два движения всего лишь, два. Здесь нужно сначала создать контакт. Внимание, создать контакт, каким-то образом его забить, сохранить, и потом добавить этот контакт в блокировку. Это пипец просто. Шестой андроид не умеет добавлять простые номера в черный список. Да вы что, совсем с ума там сошли? Чем вы там занимаетесь-то? Эй, гугл. У меня реальный вопрос. Кошмар какой-то. Ладно, идем дальше. Да, по поводу торможения. Давайте я вам покажу просто типичный случай, который может произойти только на андроиде. Например, я запускаю приложение Яндекс.Текси. Мне необходим адрес. Например, я хочу там с пехотинцев. Давайте. Блин, ну что такое-то? Иди сюда. Иди сюда. От. Нажимай от. Изменить адрес. Изменить адрес. Видите, нажимает, но ничего не происходит. Ну, блин, ты же работал. Хотя бы так-то. Ну, не позорься. Давай еще раз зажмем. Не хочет никак не делать адрес. Я хотел немножко другое показать. Он заглючил по-другому теперь. Давайте попробуем. Куда ехать? Нет, не куда. Я хочу от показать. Изменить адрес. Камон. Окей. Давайте попробуем по-другому. Не знаю, как это сделать. Даже не хочется. Не хочется, ребят. Давайте попробуем выгрузить приложение. Попробую загрузить его снова. Это андроид, детка. Ну, я думаю, что Яндекс.Такси приложением многие пользуются. Так. Изменить адрес. Ну, блин. Просто... Ах, какой тариф. Эконом. Хорошо. Итак, от... Выбираем изменить адрес снова. Да, елки-палки. Ты работать-то будешь? Нет? Не, ну, ладно, ребят. Я расскажу просто тогда на словах. Итак, я делал изменить адрес. Набирал улицу, например, там, пехотинцев. Да? Набирал улицу пехотинцев. Хотел там... Ну, как бы там сразу... Он предсказывает, естественно, приложение, какое ты хочешь набрать улицу. Он там полностью тебе выбирает улицу, нажимаешь ОК, и потом выбираешь номер, адрес. Ну, то есть, конкретный адрес, например, там, 15, 16 и так далее. Так вот здесь, когда выбираешь просто улицу, например, пехотинцев, бах, он тебе выбирает какой-то рандомный там адрес, я вообще не понимаю. И тебе нужно его менять. Причем даже иногда не пехотинцев. Вот настолько сильные глюки. А сейчас он вообще отказывается работать, он даже адрес отказывается менять. Хотя, это приложение, как вы видите, я его выгружал и, ну, не знаю, сейчас вообще все приложения вообще выгрузил махом. Можно, конечно, пытаться снова. Но, то есть, вот в этом Android, понимаете, здесь все постоянно глючит. У меня... Я хочу пользоваться... Видите, смартфон это такая вещь, которая должна тебе что-то давать сделать очень быстро. О, наконец-то у меня получилось, но немножко по-другому. Давайте попробуем. Смотрите, пехот. Улица пехотинцев, видите, да? Выбирается. Теперь я хочу нажать ее и выбрать конкретный адрес. Там, например, там 15-16, неважно. Нажимаю. И... Бах! О, видите? Я еще ничего не успел сделать. Он уже какой-то от автокора. Вот. Я вот этот вот баг. Я не знаю, что сделать вообще с этим. У меня на iPhone таких глюков вообще никогда нет. И не бывает вообще, в принципе. Да, там, мне приходится его там перезагружать раз в месяц. Просто потому что, ну, не знаю, там, бывает потупый. Но это раз в месяц происходит всего лишь. Этот телефон я вот только включил перед обзором. Я его, ну, уже в последнее время практически не пользуюсь. Просто устал уже от Android. И мне нет большой необходимости. И вот он уже глючит. Даже со всеми выгруженными приложениями. Конкретный пример. Дальше поехали. Хотелось бы сказать, что здесь тормозная флеш-память, либо контроллер, который обменивается между оперативной памятью и флеш-памятью. Флеш-память это устройство. Именно в ней хранятся фотографии, музыка, ну и приложения, собственно. Да, насколько мне известно, ну, я, честно скажу, не пробовал. Можно установить дополнительную флешку, но она будет работать еще медленнее. Но вот та память, которая здесь, она, ну, еще раз говорю, либо контроллер, условно говорить, постоянная память, флеш-память, она достаточно тормозная. То есть у меня, например, ты скачиваешь какое-то приложение из Google Play, и оно устанавливается, наверное, в 3-4 раза дольше, чем на iPhone. Флеш-память запускается тоже где-то в 2-3 раза, наверное, дольше. Но когда уже загрузилась в оперативную память, работает оно, в принципе, достаточно отзывчиво. Именно вот этот вот момент установки и запуска, они достаточно медленные. На самом деле это не критично. Тем более, что основными какими-то приложениями, такими как телефон, смс, вайбер, возможно, у кого-то там, ватсап, вы уже ненаверяка будут загружены в память, никаких-то проблем это вызывать не должно. Ну и последний, наверное, недостаток, который я скажу, потом мы поговорим о плюсах устройства, это очень долгая эстонская зарядка. Вот, блин, я думал, что у меня iPhone долго заряжается где-то, наверное, ну, не знаю, 2 часа примерно до полной зарядки происходит. Примерно. Ну, я не засекаю никогда. Но здесь, ребят, ну, минимум 5 часов, наверное, нужно заряжать с 0 до 100. Это, конечно, вообще катастрофа. Я понимаю, что давно уже там придуманы, в том числе, Samsung технологии, которые, так называемые, быстрые зарядки, там, особенно с 0 до 50 он заряжает махом. Здесь такого нет, и очень все долго. Причем, это заметили абсолютно все, это не проблема конкретно моего смартфона. Идем дальше. Теперь поговорим быстренько о плюсах. И, знаете, самый главный плюс этого телефона, если прорискать смартфоны, потому что я все время их телефонами называю, это основная все-таки функция, это цена. Цена и еще раз цена. Вот, я всегда выбираю вещи, ну, почти всегда, честно скажу, по соотношению цена-качество. Это основной параметр, которым я руководствуюсь, когда иду в магазин. Не самое дешевое, там, не самое дорогое, а именно соотношение цены-качество. То есть, я хочу, чтобы каждый рубль, который я потратил, он был потрачен максимально эффективно. То есть, это были максимально эффективные инвестиции. И этот смартфон, пожалуй, один из самых лучших в этом плане на рынке. Особенно, если, ну, скажем так, вы обделены средствами, либо вам нужен второй телефон дополнительный какой-то, для того, чтобы он там выполнял функции, там, второго, там, второй, там, сим-карты, там, звонки на вторую сим-карту, там, смс, может быть, навигатора. Кстати, нормально работает абсолютно навигатор здесь. Не так, может быть, чуть-чуть менее точно, чем на смартфоне, но, тем не менее. Ну, и так далее. То есть, навигатор работает норм. Тем более, там, дубль-гиск какой-нибудь будет тоже хорошо работать. То есть, вот с этими функциями он справляется просто на ура. По поводу основного смартфона, по поводу цены, да, все-таки я рекомендовал бы обратить внимание на какие-нибудь детекционные предложения, в районе 10 тысяч. Можно купить, ну, вот я, например, видел Asus, модель сейчас точно не помню. Просто превосходнейший аппарат, стоил, что-то он, по-моему, то ли 11, то ли 12 тысяч. Ну, вот с таким телефоном, даже с Android, по-моему, можно очень даже неплохо жить. Но это для тех, у кого немножко, может быть, уже больше средств. Но я рекомендую все-таки накопить, а если уж совсем не втерпевший, хочется что-нибудь там на Android 6, то за самые дешевые деньги это вот этот аппарат. Следующее, это автономность. О плюсах я еще не о всех сказал. Вы знаете, я был приятно удивлен. И, наверное, все-таки это основное, основная заслуга в этом это Android 6.0, это автономность смартфона. Он реально работает долго. Он работает не меньше, чем iPhone 6 мой, да, то есть при этом тут две симки все-таки установлены. Примерно при сравнительном использовании, там звонки, там почта, смс и все прочее и так далее. Этот смартфон работает примерно столько же. Да, естественно, он там толще. Кстати, я не показал, по-моему, даже сзади. Я выбрал такую вот расцветку. Вообще, это единственная расцветка, которая у меня парадокс. Остальное какое-то я не знаю. То ли это женские смартфоны расцветки, либо это расцветки, не знаю, какие-то детские совсем. Мне так показались. Ну, или каких-нибудь хипстеров непонятных. Сверху, кстати, вход Jack 3.5. Так вот, о чем, да, то есть, выбрал я такую расцветку. У меня она более такая нормальная, адекватная. Работает он реально долго. Да, он тяжелее, гораздо тяжелее. Можете сравнительные там характеристики, там, с каким-то своим смартфоном посмотреть. Он гораздо толще, то толще iPhone'а, гораздо тяжелее. Но работает при этом долго. И я считаю, что это гораздо лучше, чем он бы работал мало, весело и легче. Достаточно стабильная, относительно, еще раз говорю, для Android'а достаточно стабильная система. Этот смартфон работает более стабильно, чем у меня работал в свое время Galaxy Note 4 от Samsung'а. При этом разница в цене, она просто неимоверная. Не знаю, сколько сейчас стоит Note 4 уже теперь. Но Note 4 тогда стоил, там, что-то около 30-35. А этот смартфон я купил за 4 тысячи. Вот. И, ну, это, конечно, позор Samsung'у. Они ничего, кроме, к сожалению, не умеют делать, кроме как обводить девайсы Apple и выпускать что-то свое, якобы. Ну, особенно, последний случай можно взять, когда они запатентовали смарт-часы, полностью копирующие дизайн смарт-часов Apple. Но это позор вообще, ребят, просто позор. По-другому не скажешь. Два дизайнера, которые один держат, а другой обводит. Девайс Apple. Давно уже известная шутка. На самом деле, она правдивая. Как бы, ну, то есть, в ней есть только доля шутки. На самом деле, это правда. Вот. И, не знаю, я поэтому не поддерживаю ни в коем случае Samsung, потому что они, ну, да, у них есть инновации какие-то. То, что касается, там, памяти и так далее. Прежде всего, там, касающиеся памяти, там, каких-то и какие-то технологии. Но все, что касается вопроса дизайна, это, конечно, полная бездарность и безвкусица. Своя, естественно. Все, что они могут делать удачно, это копировать идеи Apple. Вот. Ну, а зачем мне покупать копии, когда я могу купить оригинал за те же деньги? Я не понимаю. Самое смешное, что не стоит столько же, но только это копия. Идем дальше. Еще плюсы. Вполне хороший, а, кстати, отличнейший даже, я бы сказал, у них вполне хороший, отличнейший звук с наушников. Если ты нормальные наушники одеваешь, то этот, ну, этот смартфон отлично звучит. По крайней мере, то, что касается MP3. MP3, там, музыка ВКонтакте и так далее, вы разницы большой не почувствуете, а, скорее всего, вообще не почувствуете по сравнению с, например, с iPhone. Если будете ту же самую, там, гарнитуру или наушники использовать. Нормальные, естественно. Я не говорю про ту порнографию, которую уложат в комплект со смартфоном, но если вы будете нормальную гарнитуру использовать, то в MP3-шках вы точно разницу не найдете. Ну, на всякий там флаг и так далее, я не пробовал, такую задачу я себе не ставил, но я реально там загрузил некоторую музыку ВКонтакте, и когда у меня уже там где-нибудь на даче садится смартфон, я его там не заряжаю. Я просто беру, например, могу здесь музыку послушать, и я вполне доволен качеством. А я достаточно привередливый к этому, поэтому можете взять себе это на заметку, музыку сниму, слушать замечательно. Если вы не меломан, конечно же, который только флаг приваривает. Дальше. Две симки. Это одно из преимуществ основных, наверное, смартфона. Хотя есть и другие смартфоны, которые это тоже поддерживают, и, в принципе, нормально с ними работает, вполне адекватно. Мне тут назойливое сообщение, только бесит вообще переадресация вызовов. Блин, я сделал переадресацию я на свой основной смартфон. Чего мне постоянно в этом напоминаете? Это быстрое меню, которое доступно. Ну, типичная шторка сверху. Интерфейс немножко тормозной, как бы, но, в принципе, приемлемый. Когда ты что-то там повторяешь уже, оно работает достаточно быстро. Ну, вот Яндекс.Карты можно там загружить, посмотреть, какое там время загрузки и так далее. В принципе, еще раз говорю, когда приложение загружается, оно работает достаточно быстро и адекватно. Естественно, никакой полностью интерфейса сравнимой с айфоном речи не идет, забудьте. Такого не будет, особенно то, что касается скроллинга. Окей, окей. Можно загрузить там карты, ну и так далее. Так, кстати, что-то тупит. Ты что тупишь-то, алло, опять? О, нашел, молодец. Ну, а пробки нам показать не хочешь? 4 балла. Ну, вот, если... Ну, на видео, наверное, это не видно. 30 фпс всего лишь, но вот если... Все то же самое сделать, не знаю, там на айфоне, оно будет несколько более поприятнее, вживую, конечно же. Потому что я очень часто пользуюсь приложением, там, карты всякие, ну, там, навигаторами. Эй, 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 о, видели, как долго? Мне сколько времени прошло, чтобы показать вообще загруженное приложение. Ну, это как бы... Блин, это андроид, это не телефон. У телефона достаточно мощный процессор, у смартфона, блин, здесь постоянно эти понятия путаю. Достаточно мощный процессор и нормальное количество оперативки. Я сейчас вот на скидку не скажу, но я сравнивал, там, с одноклассниками. Я... Все нормально с этим. То есть, блин, дай такой же проц и такое количество оперативки айфону. Это будет просто, блин, норм все абсолютно. Здесь, конечно, такого не добиться никогда. Ну, и последнее, о чем бы хотел сказать, это LTE. Поддержка 4G в маркетинговом смысле сетей. LTE все-таки это. 4G, еще раз повторяю, нет в России. Пока. LTE поддержка, это очень прикольно. Особенно, когда вы пользуетесь вот это приложение, установлено по умолчанию, режим модема, когда вы раздаете интернет, это реально помогает. Ну, опять тупим. Нормально. Итак, давайте быстренько подвинем итоги. Смартфон полностью оправдывает свой вывод, свою цену. Ну, да, это Android, естественно, но я все думал потом, что, может быть, купить, не знаю, там, Windows Phone потестить. Но, учитывая, сколько они стоят и какие у них отзывы, хотя я никогда на отзывы особо внимания не смотрю, я решил что-то не рисковать. Все-таки деньги-то не лишние, из своего кармана платишь за смартфон. Вот, не все мне достается бесплатно, смартфона нет. Поэтому приобрел этот девайс, но, в принципе, я не пожалел, он функцию дублируешь телефон выполняет весьма сносно. Я рекомендую его всем, кому нужен либо дублирующий телефон, либо кому нужно максимально экономно и купить смартфон по соотношению цена-качество. Ну, это этот вариант, я так считаю. Ну, и каких-то существенных недостатков, кроме... Самый существенный недостаток, это плохой динамик и вообще вот то, что касается функции телефона. Я имею в виду послышимости. Не со всеми, еще раз повторюсь, но если вы очень много разговариваете, если основная цель смартфона для вас это именно телефон, и вы очень много разговариваете с разными людьми, то я все-таки, ну, не знаю, рекомендую сначала где-нибудь потестировать, насколько нормально вы будете слышать. Может, мне слон на ухо наступил, я не знаю. А потом принять решение, потому что это самый спорный момент и неоднозначный. Все остальное, я сказал, вполне, скажем так, на мой взгляд, объективно. И здесь сомнений каких-то не должно возникать. Именно вот то, что касается только общения с собеседником, здесь какой-то еще есть вопрос. На этом все. Данный телефон рекомендую, в принципе, к покупке. До новых встреч. Пока-пока. Если видос был полезным, ставьте лайк.